Битбокс Нужно рвать глотку и кричать изо всех сил. Главное иметь хороший слух, голос и чувство ритма. Что для тебя битбокс? Битбокс? Битбокс для меня это просто часть жизни. Сколько я себя, скажем так, сознательно помню, то есть уже лет 6-7, я занимаюсь этим искусством. Для меня это стало часть жизни не только потому, что это классно, то, что это искусство, а для меня еще и заработок на жизнь. То есть разные выступления, разные гастроли, разные, разные, просто разные, много движух, этого много, это очень много. Битбоксеры устраивают всевозможные соревнования и конкурсы, такой как в Омске, например. В основном вся движуха сосредоточена в центре, это Москва-Питер, и просто ребятам из Сибири, из Сибири-Урала далеко ехать, и плюс дорого сейчас. Поэтому мы решили как бы оттуда немножко сюда перенести, чтобы у нас тоже было свое что-то вот. Сейчас битбокс принято считать пятым элементом хип-хопа, наравне с эмсиингом, диджейингом, брейк-дансом и граффити. Большая часть выступлений – импровизация. Обычный слушатель наверняка не заметит недочетов в исполнении, а вот опытный битбоксер сквозвуковые вариации услышит неровности, если такие есть. Основные три критерия оценки – это оригинальность, музыкальность и техничность. Техничность – это как битбоксер делает четко и быстро, музыкальность – это музыкальные темы, голос, ну и оригинальность – это какие-то свои звуки интересные. Если ребята делают что-то примерно оба одинаковые, как раз таки мы оцениваем по критерию оригинальность. То есть если битбоксер делает что-то оригинальное, музыкальное и ритмически необычное, то мы делаем выбор уже в его сторону. Все, что нужно для занятия битбоксом, есть у человека от природы. Такой набор инструментов уж точно не потеряется. И если среди ваших знакомых есть битбоксеры, вам крупно повезло. Без музыки на вечеринке вы точно не останетесь.